Уважаемые коллеги, предстоящая дискуссия на самом деле очень сильно предусхитила мой доклад. И я думаю, сейчас будет множество моментов, в том числе даже спорных, потому что я бы честно поспорил бы с моментом об обязательной верификации диагноза. Ну, начнем стандартно, и по мере продвижения классификаций, методик исследования и стадирования мы будем с вами дискутировать о необходимости тех или иных методик по мере обследования пациентов с раком поджелудочной железы. Почему рак поджелудочной железы? Сколько бы мы ни делали лекций, его всегда надо изучать. Мы должны постоянно на каждом собрании, на каждом это обсуждать этот момент, потому что сколько бы мы ни имели о нем знаний, их всегда будет недостаточно. Этот рак является очень актуальным, то есть образование поджелудочной железы является очень актуальным в нашей клинической практике. Несмотря на то, что он занимает всего лишь шестое место в структуре заболеваемости, он на самом деле выходит в лидеры по смертности среди населения. И, к сожалению, до 90% пациентов, которые попадут к вам на диагностику, на УЗИ, на КТ, на МРТ, будут уже нерезиктабельны на момент того, когда вы будете ему делать это исследование. И до 70% просто, к сожалению, погибнут в ближайший год после того, как мы поставили диагноз. На данный момент, почему диагностика наша важна? И КТ, и МРТ, и УЗИ, и НДУЗИ, и ультразвук с контрастом. На данный момент не существует эффективного биомаркера рака поджелудочной железы, который можно определить в крови или биологической жидкости. Никакой скриннинг обычный биохимический не поможет найти, выявить этих пациентов с раком поджелудочной железы на ранних стадиях. Лучевые методы диагностики играют ведущую роль как в ранней диагностике стадирования рака поджелудочной железы, так и в динамическом наблюдении после и во время лечения. То есть мы с вами единственные, кто будет бороться вместе с хирургами, естественно, за жизнь этого пациента. Почему рентгенолог и хирург, друзья, эндоскопист? КТ и эндоузи – это наиболее точные методы диагностики образования поджелудочной железы. Именно КТ и эндоузи. Но так как эндоузи относительно редкий метод диагностики и не всегда доступен для пациента, грубо говоря, первичного пациента, который обратился к терапевту с жалобами на какие-то боли в брюшной полости, естественно, КТ выходит в передний план диагностики таких пациентов. И на данный момент можно сказать, что КТ остается золотым стандартом диагностики и опухоли поджелудочной железы, определения инвазии. А магниторезонанс томографии – это уже метод, который мы реально, как сказал Андрей Владимирович, прибедяем в тех случаях, когда мы сомневаемся, что это за образование. Потому что вопросов будет колоссальное количество. Если вы начнете работать с такими пациентами, у которых есть опухоль поджелудочной железы, вы увидите, что реальная семиотика, особенно небольших образований, очень тяжела. И дифференцировать эти образования крайне тяжело между хроническим воспалением, опухолью и так далее. Конечно, большие образования, вызывающие инвазию соседних структур, там вопросов практически не остается. Но вот эти небольшие образования, изменения, мы с вами посмотрим в лекции, крайне тяжело дифференцировать. МРТ, опять-таки, это вопрос в визуализации вторичных образований, как сказал Андрей Владимирович, диффузионное взвешивание изображения, крайне чувствительные методики. Своевременная и точная диагностика, которую мы с вами делаем, позволяет выполнить пациенту радикальной операции. Это очень важно. Вы должны крайне точно поставить диагноз пациенту, определить ему стадию. Ну, это обычные цели диагностического этапа. То есть, вы видите, определение именно стадии даже больше важно, если мы не сомневаемся в диагнозе рака поджилжелезы. Это стадия. То есть, стадия, резектабельность определяется на компьютерной томографии вторичной поражения печени, то есть М-стадии. И МРТ, и КТ. Но МРТ обладает, естественно, большей чувствительностью к таким образованиям. Определение индивидуальной сосудистой анатомии, как Яна Александровна сказал, это, естественно, компьютерная томография. Дальше мы поговорим, почему важна эта сосудистая анатомия. Я там расскажу на примерах, на схемках. И на данный момент мы по компьютерной томографии сейчас не только ставим диагноз, не только говорим, что там образование есть, есть какая-то инфильтрация клетчатки, распространение на сосудах. На самом деле, на данный момент появляется возможность путем комбинации синтеза данных, которых мы получаем от артериальной, венозной, отсроченной фазы, предсказать не только тип, что да, это рак поджилжелезы, но и даже гистологический тип. Сейчас мы с вами посмотрим, дальше чуть-чуть будет, после того, как мы осудим стандартную семиотику, косвенно оценить вот эту микрососудистую плотность и содержание соединительной ткани в структуре рака поджилжелезы, то есть того, что мы видим на компьютерной томографии, по нему предсказать, соответственно, высоко или низко дифференцированное это будет образование. Итак, первичные признаки рака поджилжелезы на компьютерной томографии начнем с простого. То есть это чаще всего гипо- или изоденсное образование головки поджилжелезы. Чаще всего это, конечно, гипообразование, гиподенсное образование, но 10% аденокарцинома поджилжелезы будет изоденсное. Соответственно, вы никогда их не увидите при небольших размерах и отсутствии инвазии на нативном исследовании. И даже на артериальной фазе, как я покажу вам дальше, оно, возможно, будет изоденсное. И только отсроченная фаза или глубокая парахематозная фаза позволит вам заподозить, что там есть какой-то очаг или косвенные признаки. Соответственно, идет увеличение соответствующей чаще поджилжелезы, там, где локализуется это образование. Неровность контуров, признаки инвазии окружающих структур уже при небольшом размере. То есть вот эта инфильтрация клетчатки при определенных локализациях может указывать нам на то, что там есть какое-то образование. Это образование, почему оно гиподенсное, оно очень содержится и мало сосудов. И мы сейчас это обсудим. Вы видите, при контрастировании будет очень слабо накапливать контрастный препарат. В артериальную фазу оно будет гиподенсное. В венозную парахематозную фазу это накопление будет чуть больше, но оно чаще всего все равно остается гиподенсным в классическом варианте случаев. И в отсроченную, вы обратите внимание, что все больше и больше начинает в структуре накапливаться контрастный препарат. За счет того, что структура опухоли имеет большое количество фиброзной ткани. Если мы обратимся к гистологии, обратите внимание, с чего состоит аденокарцинома. Это клетки аденокарциномы, фиброзные элементы и крайне-крайне малое количество сосудов. Поэтому эта опухоль будет гиповаскулярная, слабо накапливает контрастный препарат, учитывая, что у нас очень много фиброзной ткани будет накапливать больше именно в отсрочную фазу. И небольшой такой пример. Два образования. Это две подтвержденных аденокарциномы поджелудочной железы. Обратите внимание, то, о чем я вам говорил. Практически изоденсная структура на артериальной фазе слабо-слабо гиподенсная. На венозной фазе практически сравнялась и слабо-слабо-слабо гиперденсная на отсроченной фазе. Это подтвержденный рак поджелудочной железы. Обратите внимание, другой пациент. Опять, очень гиподенсная на артериальной фазе. Вы видите, крайне гиподенсная. Ее очень хорошо видно, в отличие от этой опухоли. Подкапливает контрастный препарат в венозную фазу. И, конечно, экран так хорошо не передает. Вы видите, что хорошее накопление в отсроченную фазу в структуре идет. Прямо даже больше, чем здесь. И это, да, две аденокарциномы. Почему они отличаются? Рак поджелудочной железы, опять-таки, как все образования злокачественные, имеют несколько типов дифференцировки. То есть, мы можем сказать, что есть высокодифференцированная аденокарцинома, умерендифференцированная, низкодифференцированная аденокарцинома. И чем ниже дифференцировка аденокарциномы, тем разное сочетание идет структурных элементов в этой опухоли. То есть, чем ниже дифференцировка, тем больше фиброзной ткани в этой аденокарциноме и меньшее количество сосудов. Поэтому, видите, вот это образование верхнее, которое было практически из-за денсно-парадхимии поджелудочной железы в артериальную фазу, и накопление на отсроченную фазу было ниже, чем здесь, можно сказать, что имело высокую дифференцировку. Потому что здесь косвенно микрососудистая плотность гораздо выше, чем здесь. И в фиброзной ткани здесь меньше, чем здесь. И таким образом мы можем предположить уже по данным компьютерномографии, что вот это образование будет низкодифференцированным. Ну, это уже экспертная диагностика. Но опять-таки прогноз вот этих пациентов будет, соответственно, гораздо менее благоприятный, чем у этих пациентов. Но вот эти образования будут сложны в диагностике, потому что их очень легко пропустить. Они практически из-за днаст. Что вам может помочь в определении таких образований? Это косвенные признаки. То есть, когда вы саму иногда даже опухоль не видите, но видите другие признаки, которые указывают на это. Это обрыв и расширение главного конкретического протока. Из чего растет аденокарцинома? Из протокового эпителия. То есть, она растет в просвете протока, начинает расти, и вызывает его перекрытие. Малых протоков, главного конкретического протока. Естественно, проток блокируется и начинает расширяться, потому что остальная поджелудочная железа выделяет. При этом ферменты, экзокринная функция, ее не изменяется. И постепенно проток начинает расширяться. При этом, чем дольше существует это расширение, тем больше будет атрофия окружающей ткани поджелудочной железы вокруг протока. И вот эта атрофия, очень важный признак, вы тоже ее должны отмечать для хирурга. Для хирурга это положительный прогностический признак ранних послеоперационных осложнений. То есть, положительно, что чем больше атрофии поджелудочной железы у пациента с таким образованием, тем меньше вероятность того, что разовьются какие-то послеоперационные осложнения. Чем больше эта паранхима, можно сказать, рыхлая она такая по виду, тем больше вероятность того, что у этого пациента будут осложнения. И здесь, на самом деле, учитывая еще распространенность опухоли, хирург может выбрать на основании вашего вот этого указания, он может выбрать, либо это будет ПДР, иногда в некоторых случаях он может выбрать и панкреатектомию, потому что, допустим, если это пациент высокого риска, и здесь структура поджелудочной железы будет такая, которую лучше убрать полностью, пациент лучше будет жить без поджелудочной железы. Но эти вопросы уже остаются на долю хирурга, то есть мы должны с вами обязательно просто указать эти семиотические признаки в нашем протоколе. И, естественно, на фоне того, что формируется вот эта атрофия, снижается постепенно накопление контрастного препарата дистальными отделами поджелудочной железы. МРТ. Какая фаза наиболее чувствительна в МРТ для определения наличия образования? Это Т1, потому что на Т1 в взвешенных изображениях структура паранхимы поджелудочной железы всегда гиперинтенсивная. Все образования поджелудочной железы на Т1 взвешенные изображения будут гипоинтенсивными относительно паранхимы поджелудочной железы. Это самая чувствительная фаза к визуализации этих образований. Вы смотрите на Т1, просматриваете, и можете найти те участки, где есть гипоинтенсивное образование, и там найти. Рак будет гипоинтенсивным. Неорендокринные образования будут гипоинтенсивными на Т1 в взвешенных изображениях. Естественно, МРТ чем нам помогает? Это увидеть этот double-dug sign, то есть признак двух протоков, которые указывают на наличие блока. То есть вы видите, два протока указывают на наличие блока, они об расширены. Вы видите, что здесь надо искать проблему. На Т2 в взвешенных изображениях чаще, иногда можно даже не увидеть это образование, потому что на Т2 в взвешенных изображениях оно будет слабо-слабо гипоинтенсивно, с такими характерными в структуре точками гипоинтенсивного сигнала. Такие маленькие-маленькие точки гипоинтенсивного сигнала. Это тоже вас может довести о том, что это именно рак поджелудочной железы. Диффузионно-взвешенное изображение. Обратите внимание, что диффузионно-взвешенное изображение, к сожалению, именно с раком поджелудочной железы, который наиболее трудно диагностировать, диагностировать, для нас не будет являться ключевыми. Потому что, можно сказать, только в этом случае, только в случае раководжелудочной железы, они практически не обладают высокой чувствительностью и специфичностью, и не позволят решить. Потому что ни в структуре рака поджелудочной железы ограничение диффузии будет такое выраженное, неоднородное. И никогда не увидите на ИКД-картах черного, вот этого низкого значения ИКД-коэффициента, коэффициента измеряния диффузии. То есть вы никогда не увидите. И нельзя ориентироваться именно на диффузионно-взвешенное изображение. Для дифференциальной диагностики определенных структур, дальше мы с вами поговорим, можно использовать эти ИКД-карты DVI. Но для, как говорится, для диагностики, именно первичной диагностики DVI при раке поджелудочной железы использовать, ну, я не, и не рекомендуется в литературе. Здесь реально большую роль будет играть именно контрастное усиление. При контрастном усилении в МРТ то же самое, такая же будет семиотика, как и на КТ, потому что мы используем неклеточный контраст. Вы сами понимаете, фармакодинамика этого контрастного препарата одинаковая, что на МРТ, и вы видите, что он точно так же будет. Плохо накапливать контрастный препарат в артериальную, венозную фазу. И обратите внимание, накапливать контрастный препарат в отсроченную слабо. За счет чего? За счет фиброзной ткани в структуре опухоли, в структуре этой опухоли. Гипоинтенсивное образование в артериальной, венозной, и начинает слабо заползать туда контрастный препарат при контрастировании. Вот исследование, кстати, по поводу диффузионно-извешеных изображений. Количественный анализ DVI в ряде исследований не показал эффективности в дифференциальной диагностике псевдотуморозного панкреатита и рака поджелудочной железы. Это как раз-таки самый критичный момент. Это дифференциальная диагностика вот этих двух состоений. И DVI вам здесь полезен совершенно не будет. Вы видите, что в половине исследования тут показало, да, что значимая разница, но при этом большое количество исследований, в которых разница в значениях ГД невысокая. Вот это исследование. Обратите внимание, что здесь размер образования, корреляция размера образования и значение коэффициента измеряемого коэффициента диффузии. То есть, чем ниже измеряемый коэффициент диффузии, тем мы больше предполагаем злокачественность. Вы видите, что низкие значения коэффициента измеряемого диффузии были характерны для образования больше 4 сантиметров. Я вам скажу, я и без ИКД, и DVI пойму, что 4 сантиметрового образования – это рак. То есть, вы понимаете, что смысла в этом нет. Вот смотрите, я для вас отметил, что измеряемый коэффициент диффузии, вот границы его, допустим, высокого и низкого, и обратите внимание, что более половины случаев находились даже с крупной образованием. Измеряемый коэффициент диффузии был высокий для этих образований. То есть, DVI в случае рака поджелудочной железы не будет обладать такой специфичностью, именно специфичностью. То есть, он не будет эффективен в дифференциальной диагностике этих образований. Что же у нас с специфичностью вообще методик? Обратите внимание, что МСКТ и МРТ обладают наиболее высокой чувствительностью, близко уже к ним, эндоузи. Это вот по данным института хирургии, то есть, нашим данным института хирургии, у нас, видите, самые естественные МСКТ, МРТ и эндоузи. Вот это две методики, наиболее чувствительные к образованию, наличию образования поджелудочной железы. Специфичность, то есть, именно подтверждение среди всех образований, что это именно рак поджелудочной железы, будет обладать МСКТ и эндоузи. Вы видите, значение МРТ, вот именно подтверждение, что это образование будет рак, ее возможности ниже. Вот эндоузи и МСКТ играют ведущую роль в диагностике. Если вы сомневаетесь на МСКТ, что это, я бы отправил на эндоузи после этого, сразу обязательно. Сочетание методики, видите, сочетание всех методик дает очень высокую диагностическую ценность, 98% подтверждение. Поэтому, если вы не сомневаетесь, надо применять весь арсенал, который у нас только есть. И МРТ с контрастной препаратой, и, конечно же, и эндоузи, и биопсию, естественно. Но на данный момент, мы приходим к этому моменту, что на данный момент на уровне развития наших технологий, на уровне развития специализации наших специалистов, то есть их тренированности, диагноз рака поджелудочной железы, установленный по данным МКТ. В большинстве случаев, вот сейчас меня начнут кидать, не требуют морфологической верфикации для определения хирургической тактики у операбельных, операбельных, хочу заметить, пациентов. Этих пациентов нужно сразу брать на операцию. Вопросов там практически никогда не бывает, когда вы видите, что это рак поджелудочной железы, и если он операбельный, его надо оперировать. И ни в коем случае не отправлять пациента, пока он сделает биопсию, две недели будет ходить ждать этого результата, три недели ждать записи в онкодиспансере, консультацию химиотерапевта, и, поверьте мне, я знаю, потому что я сталкивался с этим лично. Сколько недель уходит на то, чтобы попасть к каждому из специалистов? Это колоссальное время, и это время может уйти, и пациента мы можем потерять за это время, пока он пройдет все вот эти круги наших административных ходов. Надо сразу пациента направлять тому хирургу, с которым ты работаешь. Ты говоришь, вот, есть хирург, идите к нему на консультацию, он вам скажет, что нужно доделать для того, чтобы вам сделали операцию. Вот и все. Дифференциальная диагностика образования. Основные проблемы дифференциальной диагностики – это вот в этих трех соснах. Заблудиться вот в этих трех соснах реально возможно, потому что проблема хронического панкреатита для нашей страны очень актуальна. У нас колоссальное количество пациентов с таким заболеванием, и иногда вы посмотрите дальше на слайдах, как похожи эти два состояния. И хронический атоиммунный панкреатит не очень свойственны для нашей страны заболевания, но при этом все чаще и чаще встречающиеся в нашей практике. Вот вам пример. Как вы думаете, что мы видим с вами? Увеличение головки поджелуджи-железы, инфильтрация клетчатки парапанкреатической, гиподенсная на ретеральной фазе образования, расширение главного панкреатического протока, собрымого на уровне головки поджелуджи-железы. Инфильтрация клетчатки, как по теме переневральной нуазии, да? Вот, все есть. Пожалуйста, в отсрочную фазу накапливают контрастный препарат, обрывается. Диагноз ваш какой? Вот по данным картинкам, не думая о том, что там это возможно что-то будет, вот по данным срезов у компьютерной томографии ваш диагноз? Я нет какой-то. Да, я не хочу. Почему панкреатит? Докажите мне, что это панкреатит. Докажите. Так, кто докажет? Я понимаю, что вы нацелили, я вас нацелил на то, что это может быть не рак. Но докажите, что это не рак. Докажите мне, что это не рак. Есть смелые. Обратите внимание, что здесь в общем желчном протоке. Здесь стенд стоит, пациент с механической желтухой. Он был стентирован по поводу механической желтухи, пообратился с болевым синдромом. На мой взгляд, образование достаточно большое. И если бы это была опухоль, уже была бы инвазия сосудистая. Ну, смотрите, вот инвестрация клетчатки, вот образование, вот оно инфильтрирует и близко подрастает, пожалуйста, к почечной вене. Вот, близко подрастает к нижней полу вене. Кто вам скажет, что здесь не инвазия нижней полу вены? На картинке мне показалось, что прослеживается прослойка жировой ткани, поэтому я подумала, что... Что-то еще видите, что может вам сказать, что это не рак? Что не характерно для рака? Я не вижу, кальцинаты там есть или нет? Кальцинаты? Ну, вот что-то вот здесь, я не знаю, здесь, хотя здесь вот я не вижу. Кистозные, может быть, включения какие-то, нет? Характерно для рака кисты? Кистозная дегенерация для рака при желудке железы характерна? Нет, не характерна. Обратите внимание, отсрочная фаза. Только на отсроченной фазе мы видим здесь структуру неоднородной. Рак при желудке железы практически всегда будет однородным. В нем никогда не будет вот этих чертко очерченных участков некроза, как многие могут подумать, но это не некроз. В раке при желудке железы некроза не может быть. Объясните мне, почему, если помните гистологию. Потому что в нем, в принципе, мало сосудов. Он и так не дышит, там один фиброз. Аденокарцинома, фиброз и малососудов. Некрозов вы практически никогда не встретите. Это будет солидное образование, которое не некротизируется в центре. Вот эта фишка, которая даст вам мысль. А ну-ка, может быть, это все-таки что-то не то у пациента. Но, хорошо, давайте взглянем на, без теории, что без, скажите, пожалуйста, такого пациента надо оперировать? Несмотря на диагноз. Надо или не надо? У него механическая желтуха, боли есть. Ну, кто скажет? Такого пациента надо оперировать. У него даже, если это хронический панкреатит, есть все показания к выполнению оперативного решательства. Оперативное решательство в объеме МПДР. Рака нет. Хронический панкреатит. Опять-таки, да, мы очень крутые с вами в диагностике. Но, к сожалению, некоторые вещи, то есть нужно осмысливать со стороны клинической эффективности, клинической значимости. Но это возможно только в близком контакте с хирургом. То есть вы на данный момент сейчас лучевой диагноз. И хирург, это, как сказали лучшие друзья, не только заведующий отделением, друг, но и хирург. Хирург, с которым вы должны дружить и вместе смотреть их пациентов. И только вместе вы решите, что с ним точно надо делать и по максимуму поможете. Дальше к вам перейдем. Ну, понятно, почему очень похож хронический панкреатит на рак поджелуджелезы при компьютерной томографии. Да потому что все то же самое. Большое количество фиброзной ткани начинает развиваться в структуре. Малое количество сосудов, атрофии элементов, ацинабных элементов, простите, не опухоль, а структуру поджелуджелезы. По гистологическому строению, кроме самой аденокарциномы, он, в принципе, по соотношению элементов будет очень похожий. Поэтому и семиотика при контрастном усилении будет очень похожа. Единственное, чего вы не встретите никогда в раке, опять-таки, это кист посленекреатический. Вот такое образование. Пациент обратился с больным. Увеличение размеров области тела поджелуджелеза. Вы видите? Вот такая структура. Расширение главного панкреатического протока, обрыв главного панкреатического протока, атрофия паранхимы. Образование, как, по вашему мнению, по данным, оно, какой структурный? Мнение зала. Как оно? Оно гиподенсное относительно? Или изоденсное? Все-таки накапливает контрастный препарат. Изоденсное. Похоже на рак поджелуджелеза? Кроме вот этих вот признаков атрофии обрыва. Что-то не похоже, да? Сомневаетесь, да? Вроде как бы такой крупный уже должна была реально вызвать инвазию, как правильно отметила Инна Дмитриевна. По идее, такое крупное образование, рак уже начал бы расти на ближайшую клетчатку, при этом он копит. При таком размене рака он вряд ли был бы высокодифференцирован. Скорее всего, был бы низкодифференцированный, опухоль такая. Но, к сожалению, никакие анализы, кроме как вот этот, не дал опровержения нам о том, что это, возможно, что-то другое. Пациенты прооперировали. Какой диагноз? Это рак? Это не рак. Крайне похож по структуре, крайне похож по симеотике, симптоматике, клинике и так далее. Аутоиммунный панкреатит. Аутоиммунный панкреатит – это отдельная форма панкреатита, которая клинически характеризуется проявлением механической желтухи, возможным при локализации, соответственно, процесса в головке, возможным наличием образования поджелудочной железе при фокальной форме аутоиммунного панкреатита. Гистологически он характеризуется лимфоплазмоцитарной инфильтрацией и фиброзом, опять-таки за счет чего он очень похож на КТ, на рак, а терапевтически значительным эффектом от применения стероидов. Назначен такому пациент стероиду, он, скорее всего, будет иметь положительную динамику. Различает две формы – очаговая и диффузная. И вот именно очаговая у нас крайне сложна в дифференциальной диагностике с раком поджелудочной железы. Почему? Опять-таки сложна. Повторюсь еще раз. Что здесь для гистологии аутоиммунного панкреатита характерно? Перепротоковая лимфоплазмоцитарная инфильтрация, богатые моноглобулином джиплазматической клетки, малое количество сосудов и распространенный фиброз. Опять-таки соотношение в пользу авоскулярной структуры. То есть это очень похоже будет у нас. Но, забегая вперед, учитывая эту гистологическую картину, какой метод диагностики нам бы помог в более точной визуализации возможной характеристики данного очага? Какой метод, вот наш с вами, которым мы пользуемся каждый день практически, о котором мы сегодня тоже говорили, уже поднимали вопрос в чувствительной специфичности. Обратите внимание, на что, по-моему, хорошее аутоиммунного панкреатита характерно. Фактически это лимфома, да? Ну, по структуре. А какой метод наибольше дает такой вот, как МРТ? МРТ. Диффузионно-взвешенное изображение. Забегая вперед немножко, обратите внимание, какие будут измеряемые коэффициенты диффузии. Это будет крайне черно-негативная вот эта структура. За счет того, что там лимфоплазма, цитранная фильтрация, лимфомы, они очень сильно ограничивают диффузию при МРТ. И если вы видите такого пациента с подозрением на то, что это вы не понимаете, на рак 100% не похоже. Поэтому мы отправляем его на другой метод диагностики и получаем всю информацию о структуре. Вот еще один пациент. Видите, увеличение головки, гипоинтенсивное образование, гиподенсное образование в головке поджелезы, изоденсное в артериальную и гиперденсное в отсрочную. Диагноз? Непонятно, да? Крайне непонятно. Вы видите, это тоже аутоиммунный панкреатит. Аутоиммунный гиподенсный очаг на артериальной фазе, отсутствие выраженного масс-эффекта. Обратите внимание, что крупное образование, но при этом оно не распространяется за пределы поджелезы. Рак такого размера уже бы вызвал, как правильно заметила Дмитриевна, инфильтрацию окружающей клетчатки. Вы видите, опять-таки, необычные для рака характеристики. То есть мы, видя образование поджелезы, в первую очередь должны думать, что это рак. А дальше находить те признаки, которые нам с вами непонятны, вызывают сомнения. И вы уже накапливаете вот эти признаки, так, этот не похоже, этот не похоже. А может быть, я задумываюсь о том, что все-таки это не рак, и мы поставим этот диагноз под вопросом в заключении и направим на дополнительные исследования. Вот вы должны исходить из того, что из той статистики 90% образования поджелезы, которые вы будете видеть солидно, это будут аденокарциномы, к сожалению. Но, опять-таки, если вы видите необычные признаки, крупное образование, но без инвазии, как-то накапливает контрастный препарат достаточно выраженно. А на диффузионных взвешенных изображениях крайне низкий коэффициент измеряет диффузии, что не характерно для рака поджелезы. Вы должны вот эти моменты накапливать у себя в чек-листе и потом выставить общий диагноз. Я сомневаюсь, хирург, я реально сомневаюсь, что этот рак поджелезы. Давай обследуем дальше. Следует отметить, что для аутоиммунного панкреатита характерно повышение иммуноглобулина G в крови. Но есть иммуноглобулина G отрицательной формы аутоиммунного панкреатита, поэтому, опять-таки, это не является крайне дифференциально-диагностическим признаком. Отсутствие иммуноглобулина G не говорит, что это не может быть панкреатит. Присутствие иммуноглобулина G высокого значения, это говорит о том, что это панкреатит, а вот отсутствие не говорит, что это не панкреатит. Это может быть панкреатит аутоиммунный, но при этом иммуноглобулина G отрицательная. Опять-таки, на МРТ еще один признак. Вы помните, я показывал там картинку на МРТ, как это при МРСП мы видели обрывы желчных протоков. Для рака при железе характерен обрыв общего желчного протока, обрыв общего желчного протока, обрыв главного панкреатического протока. Обратите внимание, как сужен здесь проток. Здесь он сужен по типу пищевого пера. Смотрите, такой вариант сужения чаще всего характерен именно для хронических панкреатитов, аутоиммунного панкреатита, но никак не для рака. Рак – это все, пророс. А это что-то сдавило снаружи, и он сузился, и все. Если вы видите такое сужение, опять засомневайтесь. Я не говорю, что это 100% будет, именно он, засомневайтесь. Яркое свечение на DVI и крайне низкие КД, засомневайтесь. Местная распространенность. Я на Александре сегодня уже начинал это говорить, но мы с вами будем повторять это изо дня в день. Я даже каждый день сталкиваюсь с этим пациентом, все равно иногда возвращаюсь к этим своим слайдам и начинаю пересматривать, чтобы точно не ошибиться. Мы с вами в стадировании, вот сейчас применяется Т3, Т4, ну Т-стадии, вот в определении Т-стадии, вот здесь вот мы будем с вами сомневаться в диагнозе. А вот тут вот между Т3 и Т4 мы будем сомневаться с вами в стадии. Ой, как сомневаться будем, это точно, и ошибаться будем. Здесь будем ошибаться с диагнозом, здесь со стадии. Вот сплошная, не диагноз, а сплошная ошибка. Резиктабельность рака поджелезы обусловлена взаимоотношением опухоли с прилежащими сосудами То есть с артериальными и венозными Это крайне важно Кроме этого, именно резиктабельность Я не говорю об операбельности Операбельность это М-стадия А резиктабельность, то есть можно ли удалить эту опухоль Это резиктабельность, она определяется взаимоотношением с сосудами Для артериальных критерий, критерии вовлечения артериальные Это контакт сосуды и опухоли более чем на 50%, то есть его окружность То есть если контакт с артерией более чем на половину окружности, считайте вовлечен Сейчас я покажу, почему там исследование проводилось, очень интересно Венозный контакт более 50% контура, считайте вовлечен Или менее 50% контура, но при этом с деформацией стенки, считайте вовлечен На практике я вам даже так скажу. Если есть контакт, в принципе, любой контакт с веной, считайте, что она увлечена. И об этом надо сказать хирургу, и хирург пусть готовится на ее резекцию. Соответственно, вы должны оценить, где впадают кишечные вены последние, в эту вену. У меня еще есть время, да? Вот. Вы должны это оценить. Если вы видите контакт с веной опухоли, на практике реально, скорее всего, там будет инвазь. Итак, по поводу артериальных сосудов. Вот было такое исследование, патанатомическое. И здесь, соответственно, указан контакт, который мы видели на компьютерной томографии, процент в окружности и количество найденных при этом инвазий у этих пациентов. Вы видите, что при контакте менее четверти окружности ни у одного пациента не было найдено инвази в артериальном сосуде. При контакте половины окружности до половины окружности, то есть до 180 градусов, до половины окружности. Обратите внимание, это не говорит о том, что там нет инвазий. Но, скорее всего, ее не будет. Только у 50% пациентов будут найдены признаки инвазия. Вот. При контакте половины окружности. Но мы эмпирически выбрали все-таки эту цифру, чтобы определять больше или меньше, чтобы лишних ошибок не было. Все-таки половина пациентов у нас будут без инвазий. При контакте с артериальным сосудом больше половины, вы видите, все. Тотально. То есть там практически все пациенты будут конкретно с инвазией стенки. Ну и, естественно, при контакте больше уже трех четверти окружности, все 100% артерий были с признаками инвазии в стенку. Резиктабельная опухоль. Мы считаем только в том случае, если она в принципе не докасается ни до данного артериального сосуда. Вот она лежит подальше там. По артериям она резиктабельна. По венам она резиктабельна только в случае контакта менее 180 градусов. То есть она является 100% резиктабельной. Вот. Менее половины окружности без деформации контра. Она считается 100% резиктабельной даже при наличии контакта. Но вы должны знать, что даже если небольшой контакт, как я повторюсь, скорее всего, есть инвазия. Но по венозным стволам там особенность такая, что хирург может вырезать кусочек, соответственно, наложить анастомоз или заместить протезом этот сосуд. Это не является причиной отказа пациента в операции. Инвазия в венозной русле. Примеры. Понятное дело, что на одних срезах это тяжело показать. Но вот видите, тут контакт с веной меньше половины окружности. Тут отсутствие контакта с артериальной. И видите, вот контакт с веной, но при этом без деформации и без это. Это резиктабельный опухоль. Пограничная резиктабельность. Тут уже начинаются сложности, потому что тут уже есть, сейчас мы разберем на схемке, почему это важно. У нас считается, если у нас есть с артериальным руслом контакт, это все, 100% пограничная, уже минимум пограничная резиктабельность или нерезиктабельная опухоль. Опять-таки мы должны всегда с вами указать, в какой артерии есть контакт и доступен ли он для резекции. Если у нас есть контакт с общей печёночной артерией, менее 180 градусов, надо всегда посмотреть, есть ли возможность резицировать её. А возможность её резицировать наступает только в одном случае. Если есть какая-то вариант ансосудистой анатомии, который позволит сохранить кровоснабжение печени. Вы видите. И опять-таки, только в случае, если этот контакт менее половины окружности, контакт с верхней брыжейщиной или с чьевным столом, эта опухоль является пограничной резиктабельной. Если мы видим, что это больше половины окружности, мы сразу переводим это в стадию нерезиктабельного образования. А теперь разберёмся на схемке, почему же всё-таки вот это вот очень важно отмечать, артериальную анатомию и контакты, инвазии, деформации и так далее. Ну вот классическая схема нашей кровоснабжения у гепатодональной зоны. Это я сам рисовал, не знаю, как она, конечно, вам будет понятна. Я её в таком виде вижу. То есть вы видите аорту, чревный ствол и верхнюю брыжейщину артерию. Вот она, наши такие два основных сосуда, которые кровоснабжают эту область. Это замкнутая система, потому что между ними, этими сосудами, есть множество коллатеральной. Как это происходит? То есть вы, отходя от чревного ствола, вы помните классическую анатомию, то есть идёт чревный ствол, потом от него отходит, пошла налево селезёночная артерия, левая желудочная артерия и на правую сторону печени отходит общая печёночная артерия. Общая печёночная артерия идёт до тех пор, пока она не отдаёт гастродональную артерию. От неё отошла гастродональная артерия и дальше она уже, эта артерия продолжается как собственная печёночная артерия. Вот гастродональная артерия, она уже даёт ветви панкреатодональной аркады, то есть те ветви, которые проснабжают головку поджелудочной железы. И эти панкреодная аэрокада, она анастомозирует с верхней ближайшей артерии, с путем верхних нижних панкреодинальных ветвей и так далее. Вот они, вот здесь локализуется головка фактически у нас. Вот все так вот течет здесь замечательно, пока не начинает расти опухоль. При наличии опухоль в головке поджелудочной железы, и вы видите, если она задевает общую печеночную артерию, то в этом случае, что должен делать хирург, чтобы выполнить терминальную резекцию? Он должен отрезать головку, соответственно, убрать общую печеночную артерию, соответственно, перекрывается ГДА, перекрываются ветви вот эти, анастомозирующиеся верхней ближайшей артерии. И что еще перекрывается? Кто еще отходил от общей печеночной артерии, кроме ГДА? Дальше, во что подойдет? Собственной печеночной артерии. Собственной печеночной артерии приходится хирургу печень. Что сделает у нас Оливидерч? Нельзя. Ну нельзя. Соответственно, мы с вами должны помнить это. Если у нас контакт, мы должны с вами поискать, есть ли возможность этому пациенту сделать операцию. Каким образом? Только в случае, если есть какая-либо замещающая или добавочная печеночная артерия, которая будет кровоснабжать этот орган. Мы только в этом случае можем что-то делать с общей печеночной артерией, только в случае наличия вот этих латералей. То есть, это либо замещающая левожелудочная или добавочная, в общем, желудочная отходящая, простите, добавочная левая печеночная, отходящая от левой желудочной артерии. То есть, мы можем поискать, она может быть это, вот видите, на схеме, вот она, на 3D-шечке, вот она видна, добавочная левая печеночная артерия. И только в случае наличия замещающей правопеченочной. Либо это, либо это позволит сохранить печень живой пациенту при наличии левожелудочной печеночной артерии. Но опять-таки, не каждый хирург решится на это. Если хирург решился на эту операцию, мы с вами активно ищем эти колл-терапия. Вот, это позволит сохранить жизнь пациенту при наличии вот такого образования. Вот вариант, это как раз тот, когда опухоль локализовалась в головке, и вариантная анатомия спасла жизнь, ну, как спасла, продлила жизнь пациенту. При наличии опухоли, перешейка под желудочной железой, вы помните, что это самое опасное, даже при самых небольших образованиях сразу чревный ствол поражается. Это очень близко там все располагается, идет инвазия, и во многих случаях, конечно, мы такого пациента считаем уже нерезиктабельным. Потому что операция, которая вот в данном случае должна выполняться, процедура Эппл-Би, она крайне тяжелая, травматичная для пациента, но опять-таки приносит свои результаты. И в некоторых центрах хирургических они показывают очень хороший результат после операционной. Поэтому вы, как рентгенолог, не должны, как это, закрывать на этого пациента сразу глаза и говорят, что я все равно не понимаю. Нет, все параметры вы должны отметить. В этом случае, как мы можем сохранить кровоснабжение печени? Уже что, не помогут нам замещающие добавочные левопеченочные артерии? Нам может помочь замещающие, да, вот тот вариант, когда у нас правопеченочные артерии отходят от верхней бриджейчной артерии. Мы можем с вами отрезать черный ствол. Что в этом произойдет в этом случае? То, что кровоток вот в эту сторону остановится. Но откуда мы можем с вами получить кровь? Кроме, вот допустим, отсутствия вот этой, момента отсутствия добавочной правопеченочной артерии. Только через панкреатудональную аркаду. То есть мы, удаляя хвост и тело поджелудой железы, сохраняем головку, сохраняем панкреатудональную аркаду, и кровоток в печень сохраняется через эти маленькие сосудики. И в исследовании Егорова и коллег было показано на компьютерной томографии, что вот эти сосуды, которые до операции были порядка полутора миллиметров, после операции уже в первые сутки диаметром становится до пяти миллиметров. До пяти. И это очень важно. Поэтому такие пациенты при отсутствии других, ну, естественно, метастазов, погранично-резектабельны. Не нерезектабельны, а погранично-резектабельны. Это вы должны отметить в своем протоколе. Вот, обратите внимание, это пациент после процедуры. Кровоток через панкреатудональную аркаду сохранен в печени. Ну, схема операции. Здесь вы видите, что членный ствол иссечен полностью. И кровоток в печени сохраняется. Печень живет. Даже несмотря на то, что мы удалили. Контакт с ВБА... Ну, понятно дело, что с ВБА тут тоже шутки плохи. И здесь пограничным мы считаем только, опять-таки, контакт менее полуокружности. Чуть только залазит за боль, чем полуокружность с ВБА, а там уже, к сожалению, выпилнуть операцию невозможно. Потому что лишить кишечник кровоснабжения никто не решится. По поводу венозного русла тоже. Как только мы видим контакт с ВБА больше, чем половина окружности, или деформация контура при небольшом контакте, мы считаем это у пациента пограничным резектабельным. В этом случае вы должны четко определить, возможно ли вырезать этот кусочек вены, который поражен у пациента. Здесь мы должны посмотреть, где впадает... Сейчас, вот, наверное, слайде. Где впадает кишечная вена? То есть, возможно ли здесь наложить анастомоз? То есть, сможет ли хирург наложить анастомоз? Или спротезировать этот кусочек вены? Также мы должны посмотреть с вами... Так, секундочку... Да. Нет ли контакта с нижней полой вены по поводу, соответственно, с нижней полой вены или с почечными венами? Потому что они, опять-таки, очень близко расположены. Нерезектабельная опухоль, вы как уже понимаете, что все эти опухоли, все образования, которые окружают, видимо, фотообразно верхнюю брюшечную артерию, черный ствол, общепченочную артерию и так далее, при отсутствии анатомии будут, нерезектабельны. Опять-таки, при невозможности пациенту выполнить КТ, тут уже резектабельно следует оценить по МРТ, потому что МРТ, опять-таки, при проведении на хорошей аппаратуре чувствительность специфичности этих признаков достаточно высокая на МРТ. То есть вот эта артериальная фаза тонкими срезами позволит вам оценить вероятность вовлечения сосудов, артериальная и портальная фаза. Ну, перейдем быстренько к Н-статусу. Здесь скажу следующее. Очень хорошо КТ видит лимфоузлы с поражением. То есть чуть только увеличился лимфоузел, изменилась его структура, мы видим, что… Мы увидим этот лимфоузел измененный. Для 16-й группы, то есть это те пароортальные лимфоузлы, находящиеся возле почечной ножки и ниже, они будут, соответственно, считаться уже статусом М1, и то есть этот аппаратент будет неоперабельным. То есть если мы фиксируем статус М1 с поражением 16-й группы лимфоузлов, этот будет неоперабельным. Но хочу вам сказать, что так как чувствительность КТ, конечно, к изменению лимфоузлов очень высокая, к сожалению, специфичность к изменению лимфоузлов очень низкая. Поэтому вы не должны на 100% говорить, я увидел увеличенный лимфоузел, это 100% метастаз. К сожалению, бывают другие ситуации, при которых увеличиваются лимфоузлы. Вы, выставляя диагноз поражения лимфоузлов, особенно 16-й группы, можете подвести пациента к окончательному диагнозу. То есть никакой операции ему никто делать не будет, к сожалению, если вы выставите диагноз, но вы можете при этом ошибиться. И поэтому я вас крайне прошу быть очень осторожными с выставлением МН-статуса. Укажите, что лимфоузлы несколько изменены, возможно изменены, возможно не изменены. В крайнем случае можно сделать какой метод ПЭТ-КТ и подтвердить это на ПЭТ-КТ и будет он там светиться или нет. В этом случае я считаю, что если я конкретно не вижу 100% признаков, что там метастаз, это гиподензитную зону, резко увеличенный лимфоузел, я не буду писать, что это метастаз. Не буду ни в коем случае, потому что это может лишить пациента возможности на операцию. М-статус понятно, мы должны посмотреть, есть ли метастазы в печени или нет, и опять-таки М-статус у нас определит диффузионно-взвешенное изображение. Если мы сомневаемся по КТ, есть ли там очаги или нет, если мы видим очень маленькие очаги гиподенсные в печени, лучше их просмотреть на МРТ-диффузионно-взвешенное изображение. МРТ-диффузионное взвешивание изображений крайне чувствительная методика к наличию метастатического поражения в печени. Поэтому делаем МРТ, если мы сомневаемся. — Прямо еще несколько слайдов, чтобы не утомлять, про нерендокринное образование, потому что, если вы знаете, у них есть три варианта дифференцировки G1, G2, G3. И нерендокринное образование с G3 дифференцировкой, то есть это grade 3, будут, в отличие от всеобщего мнения, авоскулярные чаще всего. — То есть очень крайне похожие на опухоль. Но при этом тактика ведения этих… Ой, простите, на опухоль, на рак поджелудочной железы. Тактика ведения G3 образования поджелудочной железы будет крайне отличаться от тактики ведения пациентов с аденокарциномой. Поэтому это очень важно видеть. — Естественно, G1 опухоли характерны ярким накоплением контрастного препарата, четким ровным контуром, небольшим размером. Но чуть только вы видите, что у пациента, начиная от того образования, неоднородно накапливает контрастный препарат, в структуре появляются какие-то участки дегенерации кистозной, она становится с неровным контуром, какие-то признаки инвазивного роста появляются. Мы можем говорить о том, что у этой опухоли будут уже не G1, а G2 или G3. Вот это характеристики, которые относятся именно к G2, G3 образованиям. И если вы подозреваете, что это уже, соответственно, образование с низкой дифференцировкой, и в том числе у таких пациентов могут быть уже и метастазы, вы ни в коем случае не должны определять этого пациента как неоперабельную, если вы будете метастаз, потому что G3 опухоль тоже нужно оперировать, даже при наличии метастазов бронхима печени. Ну вот, NEN G3, вы видите, достаточно ярко, неоднородно накапливающий контрастный препарат образования, обрыв главного панкреатического протока, признаки инвазивного роста, атрофии дистального отдела поджелудочной железы, вы видите участки дегенерации кистозной в структуре, гиперускулярное образование поджелудочной железы, нейроэндокринная опухоль, вероятнее всего, G3, там G2, G3, можно даже писать это в диагнозе, потому что это, соответственно, более агрессивная тактика для этих образований. Таких пациентов в M0 статусе обязательно нужно оперировать. Если эти образования хорошенькие, то есть выглядят как инсулиномки маленькие, не гормонопродуцирующие, то этих пациентов даже можно наблюдать. По последним рекомендациям, если NEN менее 2 см, у нее признаки отсутствуют, признаки злокачественные вот эти вот, то что я перечислил неровность контуров, инвазивный рост, неоднородность структуры и низкое накопление контрастного препарата, то если эти признаки отсутствуют, то в принципе, в принципе, такие пациентов в выбранных случаях можно наблюдать и не оперировать. Ну, что отличает их от раководжелезы, допустим, G3, опухоль нейроэндокринная, что даже при наличии, как я повторюсь еще раз, при наличии метастатического поражения печени, при возможности удалить более 80% массы опухоли и метастаз, нужно такого пациента оперировать и, соответственно, лечить таргетной терапией. Ну, спасибо за внимание. Давайте дискуссию продолжим. Спасибо большое за интересный доклад, Евгений Валерьевич. Я думаю, это настолько глубокий методический и настолько осмысленный, что его следует воспринимать как лекцию. Глубоко уважаемые коллеги, кому угодно задать вопрос. Методические, клинические, ситуационные. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у вас были фазы сканирования, ну, нативные, артериальные, это понятно. А вот венозную на какой секунде и отсроченную на какой секунде вы делаете? Спасибо за вопрос. Венозную фазу сканирования мы выполняем от 35 до 45, чтобы хорошо получить контрастирование воротной вены. 35 до 45. Ну, слишком ранее я тоже не рекомендую. Нет, это 35-е, это вот срабатывание болю стрейкера. От момента введения это около 60 секунд, то есть вы прибавляете 20 секунд примерно. Да, обычно, вот, ну, по стандартной схеме, болю стрейкер, если вы применяете сканирование с болю стрейкингом, он где-то срабатывание происходит на 15-20 секунде от момента введения контрастного препарата. Это, ну, средние показатели при пациентах. Вот. И дальше, соответственно, если я говорю 35-40, это от момента срабатываем. То есть если вы хотите от момента введения рассчитать, когда сканировать, вы должны прибавлять 20 секунд. Вот вам 60 секунд. Ну, 60-65, может, чуть позже, но тогда контрастирование воротной вены будет не столь высокое. Мы, понимаете, тут тоже равновесно надо достичь, потому что если раньше сканируете лучше артериальная фаза, но хуже контрастирование паранхимы печени, вот, и хуже, и будет хуже контрастироваться печёночные вены, вот, либо чуть позже сканировать, тогда очень хорошо контрастироваться печёночные вены, воротная вена уже так сбавляет свои обороты по контрастированию. Я предпочитаю для рака поджелуха железы чуть раньше делаться Потому что печень нам не столь важна, допустим, печёночная вена Вот при случае, когда поражение печени идёт Когда решается вопрос об оперативном лечении на печень Там очень важна визуализация печёночных вен Тогда мы сдвигаем эту фазу к 50-60 секундам Ну, именно от срабатывания То есть вам это 80 секунд 80 секунд? Да А отсроченные на какой секунду? Отсроченные 6 минут, минимум 6 минут Да? Да Есть идеи посмотреть, насколько будет лучше визуализироваться Некоторые варианты на карцином через 10 минут Но, опять-таки, это всё время ваше То есть время отделения И это для всех хорошо 6 минут Для всех хорошо Для отделения и для пациентов 6 минут тоже от начала введения болюс? Да, да, да Ну, как ввели, естественно От 20 секунд плюс минут 20 секунд, понятно Что 6 минут мы стандартно И вот тогда как совместить это Вот в предыдущем докладе Там было, значит, ну, артериальная у всех понятно Одна и та же фаза Потом была паранхематозная фаза на 45 секунде То есть это паранхематозная для поджелудочной Она же позднеартериальная, да? И потом была портальная фаза 60-70 секунд У вас она называется Венозная, она же портальная 60-70 секунд И вот нужно ли нам вставлять сюда вот эту позднеартериальную Она же паранхематозная для поджелудочной И тогда отвечает 5 фаз Смотрите, есть несколько взглядов на протокол сканирования При поджелудочной железе По стандарту для пациента, который конкретно вы реально Вот обследуете и смотрите поджелудочную железу В плане того дифференциальной диагностики образования Поджелудочной железе Я рекомендую панкреатический протокол О котором говорил Ян Александр Да, там и раннюю артериальную фазу И паранхематозную То есть панкреатическую она называется Но в том числе Если вы сканируете пациента Для диагностики резектабельности Или уже пациента не первый раз применяете Я бы применял стандартный протокол С выполнением одной фазы Одной артериальной и одной паранхематозной Вот, артериальную можно просто чуть-чуть попозже начать Ну, я, смотрите Все дело в доказательной медицине Не артериальную попозже Да, есть рекомендации Есть рекомендации, но они на самом деле очень расплывчатые Артериальная сама начнется Вот следующие две фазы Панкреатическая и паранхематозная Вы их не путайте Есть панкреатическая фаза, которая для накопления структуры паранхема поджелудочной железы Ну, вот 45 секунд, которая у предыдущего докладчика На 45 секунде Она паранхематозная для поджелудочной Она же поздняя артериальная Нет, 45 секунда от чего? От момента введения или от момента введения контрастного препарата? От момента введения контрастного препарата? От момента введения контрастного препарата? Это, соответственно, 30 секунда, 25 секунда от момента срабатывания болистрекинга Стандартного срабатывания болистрекинга Ну, смотрите, у предыдущего докладчика, докладчика. Этот протокол по НСНСН, то, как, ну, мы немножко в разных учреждениях работаем, я вам так скажу, я рекомендую, вот лично я. Вы можете ее как получить? 45-ю секунду от момента введения болюса. Это же между стандартной артериальной, последующей портовенозной. Ее же мы вставляем, это получается... Можете вставлять. Ну вот, и тогда всего получается 5 фасканеров. Ну, может быть и 5, а можно и 6 сделать. Нет, я вас спрашиваю, как правильно? Правильно соблюдать рекомендации. Но иногда мы должны отклоняться и смотреть целесообразно, на целесообразность выполнения того или иного метода в принципе, несмотря на все рекомендации. Вот мое заключение к этому вопросу. Я считаю, что это так. То есть, поскольку у вас... Я противник 5 фас. Вот все, ладно, давай закончим на этом, я думаю. Но тогда получается, что у предыдущей докладчика нету отсроченной фазы, которая через 6 минут. И она... Яна Александровна, как вы сможете прокомментировать отсроченную фазу? Отсроченная была бы 5 фаза. Это дискутабельный вопрос, потому что все... Вот я опять-таки повторюсь, вы, наверное, слышали в лекции, что я говорил про отсроченную фазу как перспективный метод диагностики дифференцировка и опухоль по поводу, как сказать, квантификации, то есть измерения количества фиброзной ткани в структуре опухоли. Вот я рассматриваю эту отсроченную фазу именно для этого. Так она может каждому первому понадобиться? Делайте. Как правильно-то? Я считаю, что правильно делать с отсроченной фазой, вот смотрите, нативная, артериальная. А артериальная начинается автоматически с триггера? Да. Следующая фаза? Следующая фаза паранхематозная. Паранхематозная, то есть... Та, которая для печени, поджелудочной железы, которая от момента срабатывания болюса 35-40 секунд. И от начала болюса 60-70? То есть вы опускаете ту фазу, которую... Вот, Яна Александровна, это к вам вопрос, это не ко мне вопрос. Спасибо. Я ответил, как я делаю. Я считаю, что этот момент... Объясните, почему важно делать. Пока Яна Александровна идет к микрофону, уважаемые коллеги, здесь есть вторая сторона медали, да? Здесь есть лучевая нагрузка. Лучевая нагрузка, я тоже вышла с этим рассказать. Да, здесь есть нюансы, которые могут быть заданы пациентам, когда вы напишите, какую поглощенную дозу он получил. То есть нужно понимать, что для постановки диагноза вы должны делать все, что считаете нужным. Если вы мониторируете больного, если вы больного наблюдаете и отвечаете на какие-то частные вопросы, понятно, нужно в первую очередь задумываться о том, чтобы фаз была ровно столько и не больше, чем целесообразно. Наверное. Согласны со мной? Рекомендации есть рекомендации, но у вас все-таки пациенты, это вы должны конкретно смотреть на каждый случай, который вы выполняете. Я считаю, что вот четырех фаз сканирования в стандартных вариантах диагностики достаточно. Понятное дело, что рекомендации на раннюю-раннюю артериальную и так далее рекомендуют. Но практика показывает, что этого достаточно, четыре фазы достаточно для полной диагностики. Яна Альцинова, пожалуйста. Я поддерживаю, мне просто нечего добавить. Лучевая нагрузка, мы о ней заботимся. Возможно, к каждому пациенту индивидуальный подход, стандарты я описала. А далее лаборант, в любом случае, каждый пациент консультируется с врачом, и врач определяет дальнейшую тактику, согласно тому, что написано в заключении консультативно. Каких целей мы достигаем? Спасибо вам большое. Вы удовлетворены. Вы очень интересно задали вопрос. Конкретно, видите, удовлетворены вы ответами? Это было сразу видно. С одной стороны, говорится, что мы должны не ставить диагноз «объемное образование подручной железы», а сразу ставить гистологический диагноз, правильно? Это высший пилотаж, я подчеркивала. Такие сомнения, даже при проведении всех пяти фаз, такие сомнения остаются у всех. Это сомнения, это лучший двигатель прогресса. Если вы выйдете, вам будет понятно, что вы на 44 секунде сделали, и у вас диагноз будет понятен, то тогда вы пришли не туда. Поэтому то, что так происходит, это на самом деле очень здорово. Спасибо вам большое. Андрей Владимирович, пожалуйста. Начните с рекомендаций, делайте рекомендации, а потом дойдете до уровня свободного владения технологии и будете уже смещать. Вы просто задали вопрос тому человеку, который виртуозно владеет этой технологией. И он может прибавить 10 секунд, тогда мы печень получим лучше. Здесь чуть пораньше просканируем, лучше получим низкий, мелкий диаметр сосудов, который важнее в этой ситуации. Тогда уже индивидуальный такой подбор этой технологии уже будете оперировать. А начните изначально с рекомендаций, которые жестко определили, когда, через сколько секунд нужно сканировать. Вот и все. Когда уже будете свободно более, свободно оперировать этими данными, опыт будет, тогда уже будете смещать по своему усмотрению, исходя из клинической ситуации. Спасибо, Андрей Владимирович, вы внесли ясность полную. Спасибо. А у нас есть еще время для вопросов? Да, конечно. Можно? Ну, мы долго ждали Евгения Валерьевича, поэтому, может, сразу не отпустим его. Евгений Валерьевич, вот тут недавно была конференция по поводу юбилея столетнего наших соседей РНЦРХТ. Это первый в мире рентгеновский рентгенорадиологический институт. И там выступал докладчик, не помню, из какого учреждения, и он сказал, что КТ-перфузия на сегодняшний момент решает все проблемы в дифференциальной диагностике очаговых поражений печени. Печень? О, печень, поджелудочной железы, прошу прощения. Вы согласны с этим? Очень смелый вопрос и очень смелый докладчик. Да, был ограниченный рекламент дискуссии, а здесь вроде свободная, поэтому я хотел перенести этот вопрос в эту аудиторию. Во-первых, я отвечу так, что ни на данный момент времени, нигде в мире, я думаю, надеюсь, что и в нашей Солнечной системе не существует 100% методик. Не существует. Но если вы в своем исследовании получаете специфичность и чувствительность методики 100%, вы наглый врун. Не бывает такого. Но она явно не 100%. Не 100%. Вот поэтому это не может быть. Поэтому если не 100%, значит не все вопросы. Значит, если она сделала 100 человек с этой методикой, у нее была чувствительность 98%, два человека из этих пациентов она пропустила. Не все вопросы. Хорошо, уточню. Вы в своей практике используете КТ-перфузию? В своей практике мы пытались использовать КТ-перфузию и даже показывали, ну, как бы было у нас исследование. Нерестюк Ярослав Игоревич проводил такую исследование в своей кандидатской диссертации. Вы можете в интернете легко найти. Как уточняющая методика при наличии определенных вопросов, она имеет место быть. Как методика, заменяющая все остальные методики при первичной диагностике, нет. Она не позволяет расставить все точки над «Д» окончательно, бесповоротно. Опять-таки, на каком аппарате это все выполняется? Если это аквилин с количеством срезов 640 срезов и позволяющий за один оборот трубки покрыть 16 см всю гепатодуминальную область и расставить все точки над «Д» при визуализации поджелудной железы, это одно дело. Если это аппарат с количеством срезов 64, который сканирует всего лишь 4, если я ошибаюсь, сантиметра покрытия, то никакой все точки над «Д» с помощью этой перфузионной методики, как бы хорошо она не выглядела на этом аппарате, не поставить все точки над «Д». К сожалению, это не позволяет ответить на вопрос. И небольшое, прям секунду я закончу. Для дифференциальной диагностики образования поджелудочной железы все методики хороши. Если вы сомневаетесь, надо делать все. Вот мое утверждение. Блестяще, блестяще. Вопрос еще, Игорь, не, не, подождите, подождите. Игорь Иванович, у меня небольшой вопрос, кстати, о тех же 100%. Вы говорите, если вы видите маленькую, там, небольших размеров опухоль поджелудочной железы, рак вы считаете, то не надо делать никаких функционных биопсий и так далее, и так далее. Хирурги с вами согласны? У вас. Это постулат хирургов, с которым мы работаем. Вот это постулат вынесен хирургов, которые... Это хирург. Да, это постулат хирургов, и которые они транслируют, стараясь на всех своих хирургических конференциях транслировать. То есть практически 100%. Нет, это не практически 100%, но поймите, что значит 100%. Если вы видите образование в поджелудочной железе, что вы будете наблюдать? Какой вариант ведения этого пациента? Может быть, там просто хронический панкреатит, небольшой доктор. Но он же не так просто попал к вам. Он, скорее всего, вызвал желтую уху. Думать, нужно думать, нужно думать. Да, опять-таки, все это индивидуальность в общем, в 98% случаев без тех двух. Это позволяет без вопросов поставить диагноз. Не делают пункционную биопсию, то есть не делают верификацию диагноза, и идут сразу на операцию. Если диагноз не вызывает сомнений. Ну да, если у вас не вызывает сомнений. А если он вызывает сомнений у другого, они приходят к нам. Евгений Владимирович, спасибо за блестящую дискуссию, за блестящие сообщения. Пока вы идете, короткий анекдот. Многие даже время это помнят.